Если бы мы сегодня этого не делали, то мы были бы еще дальше. Поэтому сегодня трудно сказать оценить. Мы просто это должны сделать. Мы не будем брать столько проектов, которые мы не осилим. Я расскажу одну цифру. Сегодня, как головная компания декларирует, что производственный опытно-промышленный комплекс позволяет или к концу этого года будет способен выпускать 10 тысяч юнибусов в год. Вы же понимаете, это достаточно немаленькая сумма. Вы видели в видеоряде сегодня, уже стоит ряд юнибусов, уже стоят юнибайки, уже стоят модули, которые будут включаться. То есть все, как говорили в детстве, не по-детски. Поэтому абсолютно это реально. Я здесь не сильно сомневаюсь. Конечно, все не просто, дорогие друзья. Так, Марк, значит, да, приятно, что вы продаете акции компании в дисконте, но мы не продаем Марк акции компании в дисконте, чтобы узнать, что стоит уже в тваре. Вы знаете, когда вы обратитесь к специалистам или к людям, которые уже это проделали, они вам скажут, что в личном кабинете инвесторов все есть. Там есть полная информация. Кому могу ли я держать акции на своем обычном счете в банке? Нет, Марк. Еще раз поймите правильно, это акции залоговые, они внутри фирменные и они не находятся в обороте. Поэтому на них держателем акций является компания. Это залог, но он именной. Он находится в компании. С момента выхода на биржу или в открытый оборот, тогда открывается возможность людям эти акции на эту биржу сдавать. Если это будет внутренняя биржа или внутренний какой-то, скажем, оборот, то это компания будет принимать. Если это будет внешний, открытый, международный, то на биржу и биржа будет уже ими торговать. После запуска внутреннего закроет диск Новороссийск. Непонятно, что здесь. Вопрос Г. Поскольку вопрос ушел вверх, повторяю его. Технический вопрос. Позволяет технологии организовать движение транспортных средств одновременно по одной трассе, двух? Конечно, позволяет. Навесной, подвесной раз. Транспортная трасса может быть так построена, что две параллельных трассы идут по одной структуре. Да, да, да. Одно сверху, это сверху навесной, снизу подвесной. Если да, какие технические проблемы при этом возникают? Вы знаете, у нас не технический вебинар. Технических проблем много их решают. По всей вероятности, решают по всей вероятности, а по всей вероятности они есть. Но это не проблема, это задачи. Потому что нерешимых задач нет. КБ, я же говорю, что уже высокоскоростное, это четвертое поколение разрабатывается, хотя еще ничто не ездило. Скажите, пожалуйста, зачем нам еще, собственно, криптовалюта? А кто вам сказал, что она нам нужна, Евгений? Я этого не говорил. Так, с вопросами пока все, идем дальше. И вот смотрите, значит, что это значит. Инвестиция сделала. Как? Я объяснил. Заботьтесь, дорогие друзья, о емкости вашего портфеля инвестиций. Тогда вот это отношение будет не 100 тысяч акций, а миллион акций. И это абсолютно реальные цифры, понимаете? Отсюда мы чувствуем так называемую, ну как бы, весомость того, что мы делаем. И для себя, и для компаний, и для инвестиционной среды. То есть, поймите правильно, что действует правило так называемой критической массы. Если не я, если я не вложился, если я меньше вложился, значит меньше прибыло в общий сосуд. И это факт. И, естественно, общий сосуд мне возвращает тоже меньше. После запуска внутренний бирж, закроет ли дисконт? Вы знаете, к тому моменту, да, я думаю, что закроет. Я бы закрыл, если бы это от меня зависело. Хотя, 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 Анатолий Эдуардович... Ну, в связи с этим, давайте не будем сейчас на эту тему говорить. Я думаю, я бы закрыл, например. А головная компания сама скажет на этот счет. Поэтому пользуйтесь, дорогие друзья, тем, что есть у вас. Так, идем дальше. Смотрим. Значит, очень важно... Так, одну минуточку посмотрим, что у нас там было. Вопрос. Когда, наконец, смогут продавать свои акции? Это тоже к разговору о том, что когда. Вот смотрите, значит, ну, на одиннадцатом этапе, на двенадцатом. Фактически, вот, я когда-то говорил, что, ну, не раньше, чем одиннадцатый этап. Сегодняшний расчет мой, я вот еще сидел, думаю, ну, меня аж тоже уже задолбали, мягко выражаясь. Сдвинули с места, да, и заставили подумать. Я начал думать, ну, поставился на место компании. Компания, я еще раз вам говорю, вполне способна сегодня начинать с десятого, извиняюсь, этапа, начинать прием. Он уже весом, достаточно весом для кого-то, может быть, для инвесторов. И абсолютно безболезненный даже по минимуму для компании. Даже не надо там никакого гешефта делать. Гешефт компании или интерес компании вот в этих дисконтах. Это и позволяет компании регулировать этот процесс безболезненно для себя в экономическом смысле. Хотя в целом, естественно, этот процесс инвестирования на базе народного финансирования или народных инвестиций, он был и построен. И построен же таким образом, и он так и работает, чтобы лояльность была двусторонняя, и от этапа к этапу, скажем так, выгоды как бы выравнивались. Здесь вот, а те, кто подставили плечо, когда было пустое место, были бы в большей выгоде, если они успели это сделать. Всем были ровные возможности. Вопрос только в том, кто, сколько и на сколько ими пользовался. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, заботьтесь о емкости вашего портфеля инвестиций. Здесь, единственное, что я могу вам сказать про крипто, тут задавали вопрос, да, вот, я хочу сказать следующее, что поймите правильно, что сегодня очень важно, какой ваш портфель. И мы не знаем, в каком выражении в ближайшее время, может быть, действительно будет выгодно, и вообще акции будут трансформированы или приравнены. Там есть свой механизм, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, чтобы потом меня не обвинили бы опять, что Маслов обещал что-то, да. Вот, есть возможность сделать, выйти на, значит, инициацию крипто-токенов и выйти на открытое предложение. Этот вид деятельности не отрегулирован еще финансовыми регуляторами. Сейчас во многих странах мира много чего делается для этого, вот, но, я думаю, так, ничего страшного. Там есть свои преимущества. В какое-то время, в какой-то момент мы об этом поговорим, когда я сам чуть умнее стану. Иначе не хочется делиться с вами тем, чего я еще сам не полностью знаю, или, по крайней мере, не проанализировал для себя. Так, там есть еще так, поскольку так, уважаемые, скажите, пожалуйста, зачем нам еще, собственно, криптовалюты... А, ну вот, почему-то я вам сказал. Нам лично пока не надо криптовалюты, да, но вот под зачем я могу вам ответить так. Так, уважаемый Евгений, что момент, когда будет поставлена задача перед компанией, которая готовит выход на IPO, сделать так называемый сравнительный анализ, куда выгоднее и рациональнее выйти на какую биржу, может быть, на две биржи. Эта мысль мне сейчас туркнула в голову, да, но, скорее всего, нет, нельзя на двух стульях сидеть, вот, хотя варианты есть, но не буду спекулировать сейчас. Вот сказал и подумал. Значит, будет решено после анализа, поэтому все остальное, дорогие друзья, это домыслы, мои или еще чьи-либо. Пока анализ, квалифицированный, компетентными специалистами не сделан, мы можем предполагать, располагать, придумывать, выдумывать, но не более. Анализ всегда, сравнительный анализ, значит, привлекательности одного или другого варианта, он покажет сразу, если он будет компетентно сделанный. Крипто нужного избежания налогов нет, дорогие друзья, Григориан, Гаяны, нет, да, в какой-то степени, но вы же понимаете, что от налогов-то тоже не надо сбегать. Вот, и будьте уверены, это сегодня можно от налога уйти, если здесь криптовалютой заниматься, но это не криптовалюта, и поэтому несколько иная история. Поэтому давайте идем дальше. Еще раз, заботьтесь о емкости вашего портфеля инвестиций, это очень важно. И это благо вас, это благо тех, кто уже в процессе, да, вот, и, естественно, от этого зависит наш проект. От этого зависит и 10 этап, и 11, и 12, и 15 этап. Поэтому мы достаточно быстро можем здесь проскочить. Видите, на 10 этапе 5 миллионов, 5 миллиардов акций, 4, 3, и тут совсем мало. Там, по-моему, было миллиард или сколько-то, ну, неважно. Идем дальше. Смотрите, повторюсь, значит, одна акция, номинальная стоимость 1 доллар США. Задают вопрос, зачастую, вот, что кто-то говорил, что это будет 5 долларов, что будет 10 долларов. Для нас сегодня важно знать и себе уяснить. Номинальная стоимость, это значит, компания Евразия Нарелского Систем Холдинг и Евразия Нарелского Систем Холдинг 2 компании, в их учредительных документах установлено, что стоимость одной акции, которая предлагается, как залог под инвестиции, 1 доллар. Вот, это номинальной стоимостью называется. Теперь, что будет на бирже, это будет рыночной стоимостью. Но стартовой стоимостью на бирже, стартовой рыночной, то есть я выставляю на прилавок акции по стоимости 1 доллар за одну акцию. А вот как поведет себя рынок, как народ побежит к моему прилавку, зависит от того, подготовил ли я этот народ, есть ли у меня там зазывалы в этой толпе, понимаете, да? Вот, от этого будет зависеть, будет она расти в сторону 5 долларов, то есть увеличиваться рыночная стоимость от номинальной стоимости, или будет уменьшаться. Там кто-то начнет говорить, нет, это не то, смотрите, у нас не то, я условно утрирую, но факт есть факт, дорогие друзья. И поэтому здесь надо это очень четко, ну, как бы учитывать. Мне задают из Европы, из так называемых продвинутых стран, я просто на спину упал, где, что и где является гарантией. Когда я задал вопрос, а как вы понимаете, а каким имуществом это гарантировано? Вот у людей модель такая, ага, я взял долг, залог положил в свой дом, да, это гарантия. Если кто-то мне не вернет долг, я заберу дом, условно говоря, да? Да, пожалуйста, у нас происходит процесс, я дал, инвестировал 1 доллар, получил залог 100 акций. У меня была возможность принять решение, я забираю эти акции, забрал, все, я взял залог, я владелец акции, 1 доллар ушел в инвестиции, ушел в объект. И это очень важно себе понимать. Но гарантия здесь является, с одной стороны, да, формальной гарантией, на первый взгляд, является акцией. Но фактической гарантией является Экотехнопарк, дорогие друзья. Процесс, который там идет, строительство, процесс, который описан, смотрите, он описан здесь. Значит, у нас, куда он тут делся у нас, так, что-то, алло, алло, так, меня слышно, не видно, ага, видно. Значит, смотрите, он здесь у нас описан, что у нас на 10 этапе. На каждом этапе это видно, что происходит. Разве это не капитализация? Это разве не гарантия, дорогие друзья, здесь? Значит, разве это не гарантии, дорогие друзья? Это есть гарантии. И в народном финансировании, как раз, или инвестировании, это является самой главной гарантией. Финансовый регулятор говорит, вы информируете людей о том, как идет процесс? На какой стадии? Я говорю, конечно, идет. Абсолютно все. Приходите, смотрите, да, показываешь эту самую выдержку, всем интересно. Да, действительно, процесс идет. Это является гарантией. Что еще является гарантией? Гарантией является то, для меня, или для кого-то еще, гарантией является то, что уже много инвесторов, которые сюда инвестировали, с другой стороны, что процесс капитализируется. То, что я вижу, расчетно, правда, пока, да, но я вижу, что рост идет, извиняюсь, не дивидендово, а рост идет так называемой инвестиционной ценности этих акций залога, которые я получил путем получения залога. Это очень важно. Вот это и есть ответ на эти вопросы, которые здесь есть. Кто гарантирует, что мы начнем сразу получать дивиденды? И когда? Вопрос, один из вопросов. Вот мой ответ Чимберлену. После сдачи экотехнопарка в эксплуатацию в 2017-2018 или в 2018-м. Ну, вы же понимаете, что формально, или, скажем, условно, или реально дивиденды можно оплатить, выплатить и за 2017-й год. Но вопрос в том, какова величина этих дивидендов. И вот для этого я привел такой расчет, чтобы, ну, как бы, не просто ковыряться в носу и думать, ну, вот, хорошо бы получить дивиденд. Реально ли получить это, или что получить реально? Когда компания получит прибыль, например, 500 миллионов, компания GTI, да, и выделит на дивиденды 20%, как положено, да, то у Евразин Ревского Системс Холдинг и Холдинг 2 появится сумма на двоих в 100 миллионов долларов. Это значит, что на каждую акцию этих компаний будет дивиденды, на дивиденды 0,000075 доллара на акцию. Это значит, чтобы понять, что эта цифра из себя значит, что на миллион акций это 750 долларов дивидендов. Ну, интересно это? Ну, с одной стороны, интересно, хоть какая-то сумма. Но чтобы получить 500 миллионов, значит, прибыли, это значит, что надо реализовать как минимум от 5 до 10 миллиардов, на сумму от 5 до 10 миллиардов заказов. Абсолютно реально. Но реально не в 2017 году, а реально в 2018 году уже. Абсолютно реально. Вот я как эксперт вам это говорю. Может быть, даже еще и лучше могут быть дивиденды, да? Вот. Опять-таки здесь, дорогие друзья, место, где надо подумать, что и как, что и как, да, заботиться о емкости своего портфеля инвестиций. Понимаете, да? То есть это приходит не от того, что я сижу, думаю, смотрю потолок, слушаю к нам, кто-то говорит, о, будешь сильно это сразу. Нет. Есть определенные экономические реальности и база того, к чему мы стремимся. Поэтому здесь надо смотреть. Но в 2018 году я прогнозирую, что это реально. Понимаете? Хотя, если бы мы сегодня расчетно делали, то мы уже сегодня имеем достаточно неплохие дивиденды. Смотрите, дорогие друзья, это, правда, не те дивиденды, которые можно пойти на мороженое и стратить, да? Но они вот здесь. Вот они. Вот. Вот она здесь. Есть. И так далее. В этом процессе. Это как фрагмент, это как один мазок этого процесса, дорогие друзья. Вот в этом направлении надо и думать. Смотреть, ради чего мы это делаем. Так. Отлично, Александр. Спасибо вам за поддержку. Что вы дали мне обратную связь, это дает силы идти всем вместе дальше. Спасибо. Дисконт сохранить закрытие корневой. Ну, скорее всего, да, так Анатолий Дарвич, значит, объявлял. Но вы понимаете, могут быть условия, которые заставят, может быть, этот дисконт, как бы, закрыть. То есть, это мое мнение, как эксперта, это не факт, это не официальное объявление. Почему можно, какое, вот, что может повлиять на закрытие вливание или в ход какого-то мощного инвестора. Он скажет, это, 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 дорогие друзья, у вас там есть друзья, которые получают, значит, еще возможность инвестировать по такой, а вы мне 1 к 100 предлагаете, например, да. Это один из таких, ну, самых простых вариантов, да. Но есть еще более сложные варианты, которые покажут, что компания уже не имеет права, если она идет, вот, какие-то шаги дальше, какие-то инвестиционные комплексы, как бы, входит, то не имеет уже права разбазаривать свои акции, условно говоря. Хотя это зависит от Анатолия Эдуардовича, но может быть условием того, что давайте приведите в порядок у себя то-то и то-то и то-то. И одним из этих вопросов может быть вот как раз 1 к 600, понятно, да? Вот. Вот. А на Дисконт 300 корневую рассрочку брал в декабре? Нет, 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 нет. Только 600, 1 к 600, друзья. Ирина, кто имеет право покупать сейчас акции? Мы не покупаем, Ирина, акции. Никто не покупает и никто не продает. Дисконт 600 предлагался инвесторам в залог в 2015 году, в декабре месяце. Кто тогда воспользовался? Тогда были условия, которые требовались, чтобы интенсивнее шел процесс инвестирования. И компания тогда вышла с таким предложением. Не купила акции, дорогие друзья, действительно касается новых вкладчиков. Да, да. Но в расчете можно это видеть. Таким образом, идем дальше. Идем дальше. А дальше у нас... Хотите инвестировать, дорогие друзья? Я тупо, тупо обязан и вынужден вам говорить. Сами делайте это и передавайте другим. Пишите правильно. Вот, если вы перечисляете свифт-переводом или банковским переводом. Пишите правильно. Когда вы пишете назначение платежа, по крайней мере, там должно быть, что это транстег-получатель, и что это ваш инвойс, вот этот номер инвойса должен быть обязательно. Ну и в конце номер вашего телефона, чтобы идентифицировать вас, в крайнем случае, если какие-то проблемы будут у банка. Можно что-то сокращать, но инвойс должен быть и назначение транстег. Транстег является в данной ситуации у нас сейчас, в этой как бы системе разработанного инвестирования, является агентом. То есть это является вот этой компанией. Видите? Здесь видно, да? Агент. До сих пор был Skyway Capital и First Skyway Invest Group, да? Сейчас получил транстег для того, чтобы как бы раз снять напряжение с Capital, а на эту компанию, на европейскую компанию перевести. Вот. Только поэтому она получила все полномочия от GTI и от Skyway Capital. Вот. Договор инвестирования с обеспечением, это все обеспечивает Capital, это является только агентом. Поэтому в этих счетах здесь у нас фигурирует транстег. Ничего больше. Получателем в конечном итоге, дальше накапливаются наши инвестиции, получателем является GTI, так как и являлась. В противном случае он бы GTI не выдал бы этого агентского соглашения, или он как раз вот, ну, сам и создал эту компанию. Или с его, как бы, благоволение это все сделано, чтобы упростить процесс инвестиций, доведения инвестиций до экотехнопарка, дорогие друзья. Повторяю и закрываю тему. Назначение платежа invoice и транстег, что это там, даже если не помещается туда какие-то другие цифры, транстег и номер телефона. Что, for, for для транстегу. Все, там договора в крайнем случае не обязательно. В кабинете будет еще несколько упрощенный вариант. буквально завтра выставлены, скорее всего. Владимир, вы, по-моему, по-моему, так, спасибо. Значит, Владимир, уточните, пожалуйста, платежа. Значит, получателя платежа, Владимир. Получатель платежа, в данном случае, транстегу. Вот видите, for, здесь пишется, for транстегу. Это договор, по которому это сделано. Это invoice ваш, который вам выставили, да? Получатель, в данном случае, транстег. Владимир, понятно? Это важно. Иначе у нас будут проблемы с банком. И эта система тоже рухнет. Не дай бог. Не допустим этого, друзья. Так, значит, что у нас дальше? Время у нас дальше заканчивается, дорогие друзья, да? Вот. И завершение. На закуску. Я возвращаюсь обратно, знаете, как, значит, все консультанты мировые говорят, что повторять, повторять и повторять. И ходить по кругу. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? В общее дело. Но себя тоже не надо забывать, да? Какой вклад в общее дело могу я сделать, не забывая само себя? Что мне для этого надо сделать? Как я это буду делать? Или за счет? Как я буду доделать? Когда это буду делать? Какой? Или за счет чего? Какой у меня ресурс имеется? Есть ли у меня деньги на карточке? Или в банке? Или в трехлитровой банке? Или в тумбочке, да? Есть ли у меня друзья, которым это можно рассказать? Есть ли у меня знакомые? Есть ли у меня предприятие, которое может быть в этом заинтересовано? Или буквально вот недавно, у нас сейчас же ведь есть юридические лица, могут быть инвесторами. И предприятие очень четко, сразу рубился владелец, он сказал, опа, так это же, друзья, лучше, чем пенсионная система для моих работников. Все, я сейчас предприятие ставлю инвестором, у меня будет ежегодно через 2-3 года, уже солидная сумма будет через 3-5 лет, и это фонд, который я смогу на социальные нужны. Я не буду это вытаскивать из производства, а сегодня у меня есть свободные деньги. Все, друзья, это мне интересно. Это тоже ресурс, понимаете? Что мне для этого еще нужно? Подумали, сходили на предприятие, подумали, прикинули, и опять-таки, что, как, когда, откуда ресурс, какой ресурс есть, и по такому кругу. Рекомендую вам этим пользоваться, дорогие друзья, повторяясь, но надеюсь, что это дойдет. И таким образом я с вами прощаюсь. По пункту номер 5, мне нужно только терпение. Спасибо, Родион. Видите, вот вы уже и нашли терпение. Но терпение это по-разному, понимаете? Больно я терплю, да? Если вы видите причину, значит, надо посмотреть, сместить в данном случае внимание на что-то другое. Просто тупо сидеть, терпеть, тоже не имеет смысла, понимаете, да? Покупать серебряникова Галина, уважаемая. Кто имеет право? Никто не имеет права покупать акции с дисконтом, это самое. Есть возможность инвестировать, но такого дисконта уже не предлагается. Это только те, которые могут повторять это, кто сделали это в течение месяца в конце 2015 года, в декабре месяце. Тут координаты, через которые можете ко мне обращаться. Если желаете на скайп дайте знать, я вас подключу к чату, который, ну, от времени от времени иногда занимается не совсем теми делами, которым бы надо было, но я так думаю, что там люди стоят или находятся в определенном ожидании и в таком колебательном состоянии. но нам все равно очень важно быть вместе. Вот, ждите новостей, ждите, значит, результатов, влияйте на эти результаты и, как говорится, будет нам всем счастье. Благодарю вас. Желаю вам доброго здоровья, удачи, любви вам и вашим близким. До следующей встречи. Всего доброго, дорогие друзья.